Всем привет из Белорусской Дирекции. В одном из наших видео мы вам показали, как завели кур. Для тех, кто не видел, ссылка находится в описании. Так вот, после заселения кур в курятник возник вопрос. А как им подавать корм? И для этих целей я сбил деревянный ящик, в который мы и насыпали зерно для еды. Но, как оказалось, у такой кормушки есть недостатки. Куры из нее зерно выгребают, залазят на нее, а также гадят себе в еду. И поэтому было принято решение ее заменить. На просторах ютуба очень много интересной информации на эту тему. Но самый лучший вариант, как мне показалось, это кормушка из канализационной трубы. Давайте попробуем ее смастерить. Для того, чтобы сделать такую кормушку, нам понадобится канализационная труба. В моем случае это метр десять длиной. И два сорок пятых куба. Для начала нам нужно разметить отверстия. В моем случае при длине трубы метр десять, количество отверстий получилось семь штук. Расстояние между центром отверстия тринадцать с половиной сантиметров. Вырезать отверстия лучше всего коронкой по гипсокартону с диаметром около девяти сантиметров. Но так как она у меня отсутствует, я это попробую сделать валеринкой. Как оказалось, валеринка не так-то просто. Вырезать отверстия на круглой трубе. Поэтому ей я только наметил. Дальше будем резать ножом, предварительно его нагревая. Расстояние. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, отверстия у нас готовы, сейчас их нужно обработать наждачкой, чтобы куры ничего не поцарапали, когда будут засованы туда голову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот наши отверстия готовы, обработаны. Деркуры не должны поцарапать себе голову. Одеваем 45-е углы. Можно без резинки, потому что в ней смысла нет. Вот здесь не вода. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, вот наша кормушка готова. Осталось ее прикрепить на стену в курятнике. Вот такая получилась у нас замечательная кормушка для кур. По сравнению со старой, как вы видите, она очень удобная. У каждой курочки свое место, никто не дерется, на края кормушки не запрыгивает, зерно не рассыпается. Мне кажется, что получилось очень классно. Вот как дружно они кушают. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. А напоследок хочу рассказать одну печальную историю, которая произошла. Может быть, кому-то будет интересно, интересен наш печальный опыт, чтобы этого избежать в будущем. Или у кого-то происходило такое же. Через какое-то время после покупки наших кур, вот они благоприятно, как обычно, гуляли в этом загончике, где мы им огородили сеткой. Вот. Непонятно, каким образом. Забежала какая-то ненормальная бешеная собака вовнутрь и подушила нам несколько кур. Двух сразу убила, третью одну покалечила. Две курочки у нас выжили каким-то чудом. Соседка помогла, немного начала шуметь, попыталась прогнать эту собаку. В общем, заскочила, прибежала непонятно как. Бегала тут, гоняла бедных кур. Вот. И пришлось нам предпринять какие-то меры, чтобы этого больше не произошло. Хотя изначально калитка довольно-таки высокая. Где-то, наверное, метр шестьдесят примерно. Но, однако же, она, получается, перескочила через калитку. Оперлась лапами. Потому что сетка осталась целой, неповрежденной. Как видите, никаких ям, подкопов нет. Калитка была закрыта на защелку, вот как сейчас. Взяла, перескочила. Однако же, такую высоту спокойно. Поэтому после такого печального происшествия муж набил на калитку вот такие вот профиля. Как бы увеличил ее по высоте, удлинил. Сделал вровень с сеткой. Сетка у нас метр восемьдесят по высоте. Вот. Надеемся, что такую высоту собака не перескочит. И вот так вот мы потеряли двух кур. Третья курочка у нас... Она ее не успела задушить. Просто покалечила. Там у нее было что-то слабое. То ли вывернула, то ли вывихнула. И вначале она просто у нас сидела. Не ходила. Но, слава богу, через какое-то время, недели через две, наверное, постепенно-постепенно оклемалась. Начала ходить. Сначала хромала. А потом уже и даже начала бегать. То есть оклемалась. Ну, конечно же, мы поехали. Купили еще кур. Три штучки. И теперь у нас вот уже не пять, а шесть бегает. Вот такая вот печальная история. Так что... Имейте в виду, какое вот случается.